Пограничное управление России в Республике Крым пополнилось новым кораблем. Сегодня ПСКР-932 зашел в бухту Балаклавы. Принимать судно в пользование там уже стало хорошей традицией. Моряков-пограничников встречали со всеми почестями. 30 пограничников сегодня вступили на Крымскую землю. Прибыли они на пограничном сторожевом корабле 932. Новая боевая техника теперь на вооружении пограничного управления в Крыму. Экипаж к службе на полуострове готов. Здравия желаю, товарищ прицеплен! Поздравляю вас с прибытием в родную базу! Ура! 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 10 октября пограничный сторожевой корабль 932 отправился из Санкт-Петербургского судостроительного завода. Почти полтора месяца пути и экипаж прибыл в Крым. Несмотря на усталость, команда уже сейчас готова охранять государственную границу. ПСКР-932. Модель скоростная. Развивает до 40 узлов в час. Его можно быстро снять с якора и без проволочек завести главные двигатели. Быстроходность и маневренность – главные преимущества этого корабля. На вооружении две артиллерийские установки АК-630. Скорострельное оружие достигнет цель на расстоянии 7 тысяч метров. Заряжается боеприпасами 30-го калибра. Этот корабль немножко поменьше водоизмещением, чем предыдущий. Экипаж у них приблизительно такого же количества. Жилищные условия у них тоже улучшенные. Но этот корабль был переделан уже из того корабля, который принимала пограничная служба в 90-х годах. Он более усовершенствованный. В отличие от корабля типа «Алмаз», «Изумруд». Быть командиром на этом судне для Александра Князева – шаг вперед. Перешел на корабль с повышенным рангом. Команду собрал с разных уголков России. Сам ранее служил на Кавказе. По пути в родную бухту теперь именно так Александр называет «Балаклаву». Экипаж сработаться успел. Шли под буксирами. Поэтому особых таких напряженных действий каких-то не было. Отрабатывали элементы какие-то, боевые элементы отрабатывали, корабельные элементы. Ну и в принципе готовились вот к заходу в родную гавань. Стреляли уже? Стреляли. Запастись провизией и водой, заправиться топливом и немного отдохнуть с дороги. И экипажного прибывшего корабля готов встать на защиту государственной границы. Осталось дождаться приказа сверху. Начальство, в свою очередь, планирует отдать команду в течение декабря.